Барометрический высотомер Данное давление на уровне аэродрома или уровне моря Должны быть получены по радиосвязи от наземных служб И введены в прибор срочную службу Очень важно сделать это правильно Поскольку от этого зависит точность показаний прибора Кроме того, в зависимости от подводных условий Маскерное давление на уровне моря меняется между 150 и 1050 мб Даже в стабильный день Маскерное давление плавает в плюсник минус 1 мб Из-за температуры воздуха Что соответствует изменению высоты Плюс минус 8 мб Значит прибор нужно периодически перекалибровать Почему бы летчикам просто не воспользоваться радиосвязи от мер Работающие по принципу радиолома Когда они без построек Всегда будут гнать высоту на точке Которую они в данный момент пролетают Такой прибор на большинстве самолетов тоже имеется Его показания, конечно, тоже очень важны Но он показывает истинную высоту полета А она для каждого воздушного судна будет разная В зависимости от того, висит оно над возвышенностью или напротив, вниз Хотя при этом два самолета могут находиться на одном уровне трубки Вот почему нужен бариометрический высотометр Замеряющий относительную высоту После начала взлета пилоты всех самолетов Выставляют нулевую высоту на изобаре 760 мм от сутного столба Создают единую как всех систему отчета И всем судам, а также диспетчерам позволяют иметь правильное представление о местоположении воздушных судов Восстометр также используют альпинисты, геологи, туристы Они могут корректировать его показания, находясь в точках, высота которых заведена из них Прибор градуирует в метрах или вниз Имеет две стрелки в каждой часа Каждый сектор для одной означает 100 метров, а для другой – 1000 метров Отцов был бариометрический альтиметр Пауэль-Полсом В начале 20 века До этого авианавигация скидкой была практически невозможно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...